Всем привет! Увидел я вот такую штучку, которая называется ChargeDisk. И я думаю, ничего себе читаю! И это вот такой вот микроскопический, я думаю, жесткий диск. Да, я не из тех, кто постоянно следит за вот этими устройствами, но за техникой в какой-то степени конечно же наблюдаю, но не так, чтобы прям держу руки на пульсе. И читаю, что диск для хранения информации с флеш-памятью 2230 SSD стандарта M.2 NVMe. Короче говоря, понимаю, что вау! Емкость заявлена 2 терабайта, 10 гигабит в секунду скорость передачи данных. И все это за, ну вообще какие-то смешные на мой взгляд, за такую стоимость. Но на самом деле меня ждало некоторое разочарование. Дело в том, что оказалось, что это у нас всего лишь, так скажем, футляр типа того, да, который обеспечивает работу с вот этими вот супер сейчас компактными жесткими дисками. Да, жесткий диск бывает вообще суперкомпактный, меньше чем спичечный коробок. Вот. А сам жесткий диск, он практически как флешка, да. Но для того, чтобы все это работало, само собой, ему нужен порт, само собой, ему нужна определенная защита, вообще, чтобы питание и так далее, чтобы все работало. Поэтому, как оказалось, вот здесь вот перещёлкивается. Далее вот такая вот штучка, она на магните. Вот так прям примагничивается, защёлкивается. Короче говоря, вынимается. Далее вынимается вот эта вот резиновая заглушечка. Давайте, в принципе, вытащим ее вот так. И вот сюда втыкается микроскопический жесткий диск вот этого самого стандарта. И далее, соответственно, ставится снова эта заглушечка вовнутрь. Нет, пропустил вам еще один шаг. Что здесь делается? Помимо того, что заглушечка вынимается и потом обратно аккуратненько вставляется. Надо ее как-то аккуратненько теперь вставить. И что-то у меня пока не очень получается. Вот. Ну, ладно. Сейчас смысл в любом случае это мы вставим. Вопрос в другом. Вопрос в том, что заглушечка вставляется. Это все ясно. Еще нужно этот жесткий диск немножечко, вот и все, получилось, приклеить. То есть, чтобы он, видимо, не болтался ничего. Есть такая специальная штучка, которая, короче говоря, отдирается двухсторонняя. Вот. И вот в это место приклеивается. И еще дополнительные вот эти резиночки в случае, видимо, если потеряете. Они тоже здесь идут в комплекте. Вот. Ну и, в общем-то, у нас вот такое специальное здесь охлаждение предусмотрено. Все это будет выглядеть очень красиво, потому что есть специальный корпус. Вот такой. Вот. Далее. Раз. Замочек. И, короче говоря, вот так вот это все можно втыкать и работать. Более того, есть у вас в комплекте специальный вот такой проводок для того, чтобы еще более удобно всем этим воспользоваться. Вот. В случае необходимости можно вот так удлинить и воткнуть его куда-либо. Короче говоря, чтобы обеспечилась вся эта быстрая передача данных, чтобы удобно было это все носить. Тут у нас такой карабинчик небольшой. Можно куда-нибудь на ключи подвесить. И вот такой специальный защитный еще корпус идет. Защитный корпус устроен таким образом. Открываете, вставляете вот сюда этот самый диск и закрываете. Вот. И что у нас получается? У вас получается защита дополнительная от пыли, влаги. Вот. Тут у нас прорезиненный специальный специальное прорезиненное окошко. В случае необходимости открывается. Через переходничок все подключили. Далее закрыли. И противоударность тем самым тоже обеспечивается. Вот. То есть получается, что это у нас как бы так скажем защитный специальный такой чехол, в котором специальная коробочка, которая позволяет всему это функционировать. Да, возможно я изъясняюсь не совсем научно сейчас. И те, кто прям в теме, они прям меня могут покритиковать. Но на самом деле смысл в том, что я как обыватель рассказываю. Честно говоря, думал, что прогресс уже дошел. И думаю, надо же, за такую выгодную стоимость прям получаем 2 терабайта. Думаю, ничего себе. Держите меня семеро. Ну, оказалось, что получаем только лишь корпус. А чтобы получить сюда пару терабайт, еще нужно докинуть, ну, скажем так, где-то 2 цены, как минимум, да, примерно вот от этого корпуса. То есть, короче говоря, все это выходит, конечно же, значительно дороже. Но можно поставить и не 2 терабайта, а там терабайт или 512 гигабайт. Вот. В общем-то, это в зависимости от того, кому что как нужно. Вот. Ну и я так понимаю, что преимуществом жесткого диска является большая скорость передачи данных. То есть, вот до 10 гигабит в секунду здесь у нас, да, может он передавать. Вот. И, соответственно, там может большие файлы передавать. То есть, как бы, вот в этом основной плюс вот этого самого SSD диска. Вот. И тут такой интуитивный дизайн, который не требует какой-то инструкции, не требует отвертки и так далее. Ну, опять-таки, инструкция, если что, она есть. Там она есть прям, причем прям инструкция-инструкция. Это такая, ну, небольшая, да, памятка, как это все устроено. То есть, вот мы, получается, берем вот этот самый жесткий диск, приклеиваем вот это все вот-вот-вот туда. И, в общем-то, закрываем и фиксируем, и все, и пользуемся. Вот такого плана. Специальное устройство появилось у, соответственно, давайте покажу, вот здесь. Вот есть чарж-диск, да, в общем-то, у Omega Tool, да, такое устройство появилось. Вот, все, что в комплекте идет. Есть габаритные размеры. Вот, есть всякие эти протекшены, да, что, где, куда. Вот, порт USB 3.2 Gen 2 позволяет. Здесь вот это все поддерживает, короче говоря. Ну, и понятно, что системы и Android, и Windows, можно и телефон, по идее, подключить к такой штуке. Короче говоря, все было бы отлично. Если бы в комплекте шел бы еще жесткий диск, то, наверное, это было бы слишком жирно за такие, за такую стоимость. Видите, это я изначально так подумал, ну, не ориентируясь настолько вот в этой тематике. Вот, но для тех из вас, у кого уже есть такой микроскопический жесткий диск, или кто это приобрести хочет, то, конечно же, качество здесь изумительное. Это все прям по ощущениям. Вот ничего не гремит, не болтается здесь весь вентилятор. Но проверить, как это работает, как передают данные, к сожалению, я не могу, потому что такого жесткого диска у меня нет. Вот, и, в общем-то, тут, кстати говоря, есть какая-то еще аппаратная защита от записи, защита данных от случайного удаления, от вирусов при подключении к компьютеру, вроде бы как в этом всем. Здесь это присутствует. Не знаю, как это проверить. Вот, ну и опять-таки заявлено, что совместимость есть с любыми гаджетами, с ПК, смартфонами, Android, iOS, MacBook, я вам, в принципе, показываю это, с зеркальными фотокамерами. Вот, и всякие там еще стрим диск, PS5, Xbox, iPad Pro, со всем он должен соединяться. Вот, в общем-то, считается, что это, как бы, заявлено, да, по крайней мере, что такая идеальная внешняя резервная карта памяти, в том числе, там, для iPhone 15 его можно использовать. Вот, ну и очень компактные размеры, 43 на 29 на 13 миллиметров. По весу у меня получилось 21 грамм, это вот сам, вот эта самая штучка, сама, но без сладкости на жесткого диска. 40 грамм, это если мы возьмем вот-вот с таким вот защитным комплектом, дополнительным, но с большей защитой. И, соответственно, 55 грамм, это если мы возьмем еще полностью вот этот переходник с кабелем, со всем прочим. По весу это то, что получилось по моим замерам. Вот, страна производства здесь у нас Китай, но Китай-Китай рознь, вы сами знаете, что есть очень даже качественные вещи. Ощущение от качества здесь действительно присутствует. Вот, ну и как бы вот такой вот момент, что я не досмотрел, что здесь у нас самого жесткого диска не будет. Наверное, в этом легко было догадаться по стоимости, если бы я хорошо в этом ориентировался. Вот, ну имейте в виду вот такие вот корпуса. В принципе, интересная тема. Как дальше быть? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, докуплю самый этот жесткий диск для того, чтобы пользоваться дальше. Может быть, соответственно, эту штучку наоборот продам. Я не решил, честно говоря, вот в этом вопросе не решил. Вот, ну просто потому, что оказалось, что я как бы ожидал одно, получил немножко другое, а теперь вот думаю, как мне быть. Вот, ну вы имейте в виду, что, в принципе, для тех, для кого нужен вот такой вот для специального этого жесткого диска 2230 SSD, да, формата М2, вот, ну и в общем все. Ну, в принципе, вот оно. Вот оно есть, как этот формат. Вот он SSD 2230, MK, M2, да. В общем-то, все это, я думаю, что те, кто в этой технике хорошо шарит, кстати, вот такой прям корпус мощный, все такое прям здесь сделано добротно, на совесть, тот, я думаю, вполне себе может в этом всем разобраться, вот, и напишите мне о моих ошибочках, да. Вот, ну и понятно, все пакетики, вот эти вот всякие инструкции, там на разных языках, все это присутствует. Но я думаю, что и так вам достаточно понятно в плане инструкции объяснил. Вот, дальше нужно было бы просто вставить туда жесткий диск нужного формата и подключить и протестировать, что, к сожалению, пока сделать не могу. Вот, но посмотрим. Посмотрим, пока еще решение какое-то не принял в этом вопросе. Вот, но имейте в виду, что есть вот такие вот интересные штучки. Я для себя в любом случае расширил свой кругозор значительно, и может быть, кого-то из вас кругозор расширил, кого-то, может быть, предостерег от чего-то ненужного, а кого-то, может быть, наоборот направил. Возможно, кто-то из вас скажет, вау, какая тема, хочу себе такое. Вот, ну, понятное дело, что оставлю ссылочку, посмотрите на цену, на какие-то характеристики, там, как это все указано, и будете делать свои выводы. Большое спасибо всем, кто поддержит своими лайками. Всем огромной удачи, всем счастливо и пока.